ну вот мы с вами наконец-таки дошли до нашего последнего урока этого семестра поздравляю вас с этим и давайте сделаем все возможное чтобы до окончательно завершить наше обучение успешно выучить всю лексику да из этого урока грамматики наши новые две пройти вот и тогда можно быть вам уже до начинает думать о нашем четвертом уровне значит у нас с вами снова кум до тема кум мечта всегда мы с вами заканчиваем на этой такой прекрасной ноте мечта это всегда у нас прекрасно да вы мне уже рассказывали многие какая у вас мечта но все-таки опять-таки также как сальгощи пантип темы у вас не хватало лексики мы сейчас с вами изучим очень прекрасно новые выражения вот давайте посмотрим первое концы миманта это интересоваться чем-то это мы знаем и кванш миманта да иметь интерес к чему-то либо если сарам к человеку тогда вот он хара меги то есть эге кванш миманта интересоваться очень каким-то человеком далее чоксоне мата новая точно для вас фраза чоксон у нас переводится как то какой у темперамент то какой у тебя характер если какая-то работа какое-то дело тебе чоксоне мата значит тебе подходит это по твоему характеру темпераменту то есть это твое то что для тебя идеально да как работу допустим либо какое-то занятие чоксоне мата я далее чены не это ченын это у нас талант способности талант тетяны не это имеет способности талант талант тенны не иным сарам дать человек способный талантливый далее пора мыльны кида чувствовать отдачу чувствовать то что ты делаешь это не зря да то есть получать какое-то удовлетворение от того что ты делаешь пора мыльны кида далее хунми гайта это увлекательный хунми это как похоже слово на чемми до такого интереса допустим куаншим кунми га и нын чек да увлекательная какая-то книга вот хунми увлекательный а и нын далее содили это это иметь какие-то задатки природные таланты да то что тебе было дано от рождения содили и та содили и нын сарам далее кёноми это кёном либо кёном это у нас опыт опыт соответственно иметь какой-то опыт в какой-то области к кёноми и нын сарам человек с опытом кёноми ма нын сарам человек у которого много опыта да тогда кёноми мантабут вот и чонгон хада специализироваться это вы знаете да на чем-то специализироваться у нас используется падеж или руль чонгонада хангугорыл чонгон хада допустим вот далее посмотрим грамматика сегодняшнего урока ки-тэ-му-не она очень похожа у нас на грамматику асо-со и ни-ка да чем потому что она у нас обозначает конкретную причину по которой произошло или не произошло действие во второй части предложения то есть как всегда у нас ки-тэ-му-не будет сам части в первое предложение причина во второй части следствия таким же образом как с ни-ка и асо-осо ки-тэ-му-не возможно про неё можно сказать она более немного официальная чем асо-осо и ни-ка да вот особенно если сравнивать ни-ка и асо ни-ка и ки-тэ-му-не и допустим вы разговариваете с каким-то более высоким человеком и хотите какую-то причину да какой-то свой аргумент ввести представить то лучше там было бы использовать допустим ки-тэ-му-не если же у вас все-таки допустим будет какое-то повеление там приглашение это вот все наше правило с ни-ка она остается если вы просто аргументируете до свою позицию то больше более вышестоящими использую лучше ки-тэ-му-не вот то есть немного такой стилистически она более повышена итак посмотрим как же она присоединяется присоединяется она к первой основе глагола и прилагательного либо связки и да ну либо они до отрицательная связка да то есть по просто к первой основе не ничего сложного нету если у нас хада например тогда ха-ги-тэ-му-не уже естественно будет озвончаться ха-ги-тэ-му-не вот либо мог-та-мок-ки-тэ-му-не прилагательно чуп-та допустим чуп-ки-тэ-му-не если у нас это существительность со связкой да то есть там что-то хак-сэ-ни-е-ё кто-то у нас да тогда хак-сэ-ни-ги-тэ-му-не все это у нас будет перед первой части наши переводится так как по причине того что да вот но также у нас вот это наша конструкция может присоединяться и к суффиксам прошедшего времени да то есть таким образом мы будем брать суффикс прошедшего времени и непосредственно после него без добавления каких-либо дополнительных букв до лишних как допустим мы это делали в прошлой грамматики а-с-с-мён а-с-с-мён чё-ки-та чтобы мён присоединить после прошедшего времени суффикса мы и добавляли да тут мы ничего не будем дополнительно присоединять то есть у нас непосредственно тут после сразу суффикс состоит то есть хада у нас хет суффикс прошедшего времени и к нему хэ-ки-тэ-му-не хэ-ки-тэ-му-не либо могут ки-тэ-му-не могут ки-тэ-му-не у нас тут будет звучать уже так как будто вот эта к буква она удваивается то есть ни в коем случае не произносите ее как-то звонким звуком таким который у нас озвончается г допустим нет ни в коем случае наоборот ощущение что она у нас из-за того что вот это вот сан счет в конце внизу стоит она как бы удваивается да хэ-ки-тэ-му-не могут ки-тэ-му-не чу-о-ки-тэ-му-не либо хак-сэ-ни-о ки-тэ-му-не так как кто-то был студентом раньше да вот так что будем присоединять с вами и в том числе к прошедшему времени давайте посмотрим примеры 저는 패션에 관심이 많기 때문에 나중에 패션 잡지를 만드는 회사에서 일하고 싶어요 получается что такое 패션 это у нас английское слово да заимственное от слова фэшн то есть мода да 저는 패션에 관심이 많기 때문에 так как у меня много интереса к чему к моде то есть я очень интересуюсь модой на дюне что я хочу сделать да впоследствии да я хочу смотрим в конец работать да ира госпой а где работать в компании которая которая что делает 패션 тапчиры мандыны который занимается производством созданием точнее да наверное тут лучше сказать создание модных журналов 패션 тапчи это у нас модный журнал мандыль да делать да в настоящем времени форме причастия будет рель исчезать мандыны в компании которая до создает модные журналы далее посмотрим второе тонн каретин и рэй пора мыль малины китэ муне солнце ними твой госпой о пора мыльники да помните выражение у нас обозначает чувствовать удовлетворение чувствовать какую-то отдачу от проделанной работы тонн каретин и рэй пора мыльники китэ муне так как я чувствую удовлетворение да когда я преподаю картины или преподавание либо можно сказать удовлетворение от преподавания но в данном случае в корейском да будет у нас падеж и пора мыль пора мыльники да и пора мыльники да соответственно с этим падежом так как я чувствую удовлетворение от преподавания да а тогда поэтому я что хочу сделать солнце ними твой госпой я хочу в будущем стать преподавателем да далее посмотрим диалог макси нын ундоне ченнин и китэ муне ундон сон суга твэн мён шоу льго гаттэо ундон эльчоо азиман ундон сон суга твэго сиптинын анаё марк вы у вас есть талант да к каким-то спортивным к спорту да к чему-то спортивным ундоне ченнин это то есть когда мы говорим с вами к чему у нас есть талант именно да мы будем использовать падеж и допустим если мы хотим сказать что у нас есть талант к изучению иностранных языков мы тогда можем сказать да вы гуг в google иностранной языке вы гуг в комбу и ченнин это есть талант к изучению иностранных языков так как у вас есть интерес не интерес таланта талант к спорту тогда что вам будет хорошо если вы станете профессиональным спортсменом да ундон сон сует у нас спортсмен ундон эльчоо азиман хотя я конечно люблю спорт да но ундон сон суга твэго сиптинэн анаё становиться именно спортсменом я не хочу мы тут вот мы добавляем нын что именно да это делать я не хочу что касается этого это я делать не хочу ундон сон суга твэда у нас падежом именительным да употреблять становиться кем-то вот в отрицании твэго сиптинэн анаё не хочу становиться давайте послушаем с вами диалог 14과 꿈 대화 1 лора 씨는 꿈이 뭐예요? лора какая у вас мечта? а то요 получается а у меня какая у меня мечта да 저는 여행 사진을 지는 사진 작가가 되고 싶어요 я хочу стать 사진 작가 это у нас фотограф да переводится 작가 если отдельно мы слово возьмем допустим это может переводиться и как писатель и как сценарист вот но именно в сочетании 사진 작가 как просто профессиональный фотограф 사진 작가가 되고 싶어요 а каким фотографом? 여행 사진을 지는 который будет специализироваться на фотографиях каких-либо путешествий 여행 사진요 멋있네요 лора 씨하고 잘 어울려요 잘 어울려요 да о фотограф фотографии да каких-либо путешествий это классно здорово лора 씨 하고 잘 어울려요 да вам это очень подходит да получается 잘 어울리라 мы помним фраза обозначает подходить идти кому-то да вам эта профессия очень идет 정말요 저는 여행도 좋아하고 사진을 지는 일에도 소지리 있기 때문에 여행 사진을 지는 일을 하면 좋겠어요 получается что она говорит а вы считаете тогда правда вы считаете что мне идет подходит эта профессия я люблю что и путешествовать да 여행도 좋아하고 а также у меня есть содерита к чему есть способности природные да к тому чтобы фотографировать 사진을 지는 일에 поэтому я хотела бы да в будущем фотографировать было бы хорошо если я в будущем буду фотографировать именно да что-то вот связано с путешествием 좋아하고 소질까지 있으면 кирилл кокхе 돼요 если да вам какое-то дело нравится так еще у вас к нему способности есть содерикации получается да еще у вас есть способности тогда обязательно это и этим нужно заниматься да то есть нельзя это оставлять дело кироке марэ джо соку маоё спасибо что за то что вы так говорите да спасибо за ваши слова помните у нас кумапта когда мы благодарим всегда употребляется впереди грамматика асо 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 а также мы добавляем вторую основу плюс жуда потому что мы благодарим за то что кто-то что-то для нас делал вот химидуэнэйо 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 это получается фраза которая отдельно вот если мы посмотрим слово хим это силы твэда становиться то есть когда кто-то вам что-то говорит либо что-то для вас делает это вас подбадривать дает вам сил тогда вы будете использовать в этом случае химидуэда химидуэйо химидуэнэйо она говорит ой мне это придает сил да ваши слова вот то есть таким образом мы с вами можем употреблять нашу грамматику гитемуны она у нас здесь до встретилась в случае когда мы говорили вот строчка у нас вот туда получается лора что говорит так как у меня есть и способности да и способности к съемке фотографий а еще я кроме того люблю сами путешествия на и китэмуны и китэмуны так как у меня есть мы к это просто присоединили к его первой основе ки и затем тэмуны и все это переводим как так как точно так же как у нас было в ника либо а соусо да вот поэтому хорошо бы если бы этим дальше занималась вот хорошо давайте теперь китэмуны который в принципе в образовании совсем несложная попробуем до ее присоединить присоединить к нашим предложениям и так у нас пример с вами первый такой мы уже здесь с вами посмотрели да как в учебнике соединено у нас первое с вот этой фразой допустим было да первое что сейчас то чем я занимаюсь на работе мне не подходит да не подходит моему характеру моему темпераменту вообще мне не подходит и что тарин и риль чадя пугой да и поэтому да из-за того что мне не подходит я сейчас ищу другую работу тарин и риль чадя пугой стоя и нам нужен такой диалог да с вами составить как тут спросить почему сначала то что у нас вот в этом столбике а человек который будет отвечать он вот он будет брать отсюда и присоединять китэмуны да в это рин и риль чадя пугой стою а почему вы ищите ли он новую работу другую работу цигэм хэсай ри чоксона и анма китэмуны тарин и риль чадя пугой стою так как работа которой я сейчас занимаюсь дан компании не подходит мне по моему характеру темпераменту способностям я поэтому ищу другую работу вот соединили попробуйте оставшиеся также соединить да но сначала давайте мы их переведем на джунэй вэй гёггуанитвэй госипта это у нас я хочу в будущем стать кем вэй гёггуан это у нас дипломаты дипломат далее тюмаль мадат чукку моими нагада в их каждые выходные ходить на встречи они встречи наверное да у нас футбольное собрание возможно там какие-то тренировки общие совместные помэнэн кивони капчаги на джадидо ночью вдруг неожиданно температура помните на джадидо у нас грамматика когда прилагательные изменяют свое состояние до становится глаголом это у нас обозначало на то низкий на джадидо снижаться вдруг ночью температура снижается да это переведем далее вэку горыль йоль симиком буада усердно до изучать иностранные языки ирёй рэнэн хансан себе опта по воскресеньям кого-то да всегда нету дома хансан это у нас всегда далее так это перевели и тука уносыль каде гокада брать с собой теплую одежду помните только пытает у нас толстый переводить будем как такую теплую до одежду посмотрим да теперь диалог какой можно из этого составить второе в его гукурыль йоль симиком бухео почему это так старательно изучается иностранные языки на джуне вэй гёгвани тэй госипкитэмуне вэку курили йоль симиком буэйо дальнейшем я хочу стать дипломатом да поэтому я изучаю иностранные языки старательно сипкитэмуне вот смотрите да у нас сипта госипта это отдельная конструкция как бы я хочу что-то делать но мы ее можем присоединять легко и к вот это вот наши китэмуне так как я что-то хочу да когда вы говорите так как я хочу это то вот поэтому будет твой госипкитэмуне так как хочу стать поэтому изучаю далее вы ирёй рэн хансан тебе опсою почему по воскресенье у вас постоянно нет дома я каждое воскресенье точнее каждые выходные хожу на встречи да связаны с футболом поэтому что ирёй рэн хансан тебе опсою так что из-за этого меня нет дома воскресенье почему нужно с собой брать теплую одежду из-за того что вечером температура резко снижается нужно с собой поэтому именно и брать теплую одежду на джаджи да на джаджи китэмуне присоединяем да к первой основе на джаджи уже у нас она тут и к ней китэмуне вот таким образом присоединили надеюсь вас легко это получилось теперь посмотрим второе второе упражнение ребят у вас есть у вас есть дело да чем у вас есть какая-то работа которой бы вы в будущем хотели заниматься почему вы хотите этим заниматься да попробуйте расскажите да диалоге например таком как тут вот кто-то нам рассказывать про себя 저는 한국 йори до чуаха го 식тан из-о и рэп он кеном то и ки темуне на жне 한국 음식점 1 йор го спою так как что я люблю готовить корейскую еду до 한국 йори точнее нет а 한국 йори до чуаху так как я люблю принципе корейский блюдо то есть корейскую еду а также сектан из-о и рэп он кеном то и сэ у меня есть опыт какой опыт сектан из-о и рэп он и рэп о да глагол у нас тут пробовать работать да и рэп о да когда мы используем с вами 2 снова плюс по да у нас обозначает пробовать что-либо делать и получается что у нас вот эта вот фраза она является причастием частным оборотом к кеном прошедшем времени да стоит по да опыт работы когда я получать пробовал работать секторный сов кафе поэтому здесь вот у нас она так как это в прошлом в прошедшем времени стоит так как есть да у меня и китэмунэ такой опыт на дюнэ хангуком сикдём и льёль госпой и льда у нас используется не только для для того чтобы дверь окно открыть но также и как вот в этом случае и мы сикдём это у нас получается . до питания и по-другому говоря это просто кафе далее тонн подарил чалмаль чего хаги темуне интервей лямям пада кае кассо сальгосипо и так как мне что нравится море унтве унтве хада унтве хада переводится как уходить на пенсию то есть когда я уйду на пенсию унтве рэль хамён когда уйду тогда я хочу пада кае кассо сальгосипо я хочу поехать к морю и там жить Да, так переводится. У нас тут чуа ха да нравится, чуа ха ги те муне, это у нас так, как мне нравится. Вот, разобрались, да? Попробуйте теперь такой же диалог составить с учетом ваших каких-то желаний относительно хагосипен иль. Надеюсь, вам было несложно изучать эту грамматику. Вот, и вы с новыми силами продолжите со мной изучать второй раздел этого урока в следующий раз.